Рассказал вице-мэр и о судьбе съезда с Николаевского моста в микрорайон Пашинный. Он появится только через два года, сейчас администрация выкупать земли под развязку, строить дороги начнут в следующем году. Она будет параллельно с Вердловской. О других новостях в двух словах расскажем далее. Дома сибирской Венеции начали сдавать посуточно. Продавать коттеджи, построенные на месте бывшей птицефабрики, еще в прошлом году запретила прокуратура. Теперь владелец комплекса решил заработать на аренде домов. За сутки просит от 60 до 80 тысяч рублей. Правобережной набережной выбрали проектировщика. Конкурс выиграл Красноярский граждан-проект. За свои услуги компания просит 4,5 миллиона. По задумке на набережной хотят организовать удобную зону для прогулок, амфитеатр и общественный центр. Заповедник Столбы установил рекорд по посещаемости. За время универсиады там побывали больше 52 тысяч туристов. Обычно только за месяц Столбы собирают не больше 50. Красноярский школьник получил главную роль в психологическом триллере Валерия Тодоровского. Девятиклассник прошел всероссийский кастинг. В фильме он сыграет подростка, который посещает сеансы гипноза у психотерапевта. Съемки уже начались, и они проходят в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова